шалом сегодня мы открываем новую тему на самом деле эту тему я чуть-чуть упоминал но сейчас мы пройдем по порядку давненько это не делали к сожалению это предисловие к мишне рамбама кто такой рамбам раби моше бейн маймон родился говорят в кордове в девять лет переехал в африку израиль уже приехал перед смертью личный врач египетского султана что еще скажете врач его папа из дома не выгонял я такого по крайней мере не слышал может быть все было может быть я его папа был одним из его основных учителей и как еще и римми гаш учитель папы который учил и его тоже в свою очередь который был учеником рифа рабе из хакан классе мы сказали что это очень важно с точки зрения понимания линии аллахи рамбам написал несколько очень мощных трудов первый из них был мишна мишна комментарий к мишне который написал на каком языке на арабском и это он начал писать под некоторым мнением 16 по некоторым мнением 18 лет и там до 20 с хвостиком но он заканчивает написание этого труда это введение которое он написал будучи младше чем кто-либо из присутствующих зная при этом намного больше чем все присутствующие включая меня вместе взяты в энное количество раз кроме этого какие труды у него есть основные мелочи много мишне тура или яда хазака который он пишет в египте будучи уже придворным лекарем и море на вухим который он на занавесе пишет уже в конце жизни огромный философский труд один том но очень очень мощный за который подвергался очень большой критике в частности какой-то момент закончилась даже тем что все его труды сжигали во франции из-за этого хотя те кто это сделали потом раскаялись очень сильно да когда буквально через какое-то время на том же самом месте сожгли талмуды свезенные со всей франции по принципу если евреи сжигают так и мы тоже можем сжечь мы сейчас начинаем ведение в мишну читать буду на русском сразу не на иврите не буду хотя некоторые цитаты может быть буду на автомате переводить обратно с русского на иврит знай кстати очень распространенная начало у многих книг и особенно те которые связаны с еврейской философией до дали ай что такое да повелительное наклонение знай что такое знание знать на самом деле по еврейски подразумевает знание с пониманием не просто у тебя это ты должен это тарабанить зазубрить и сказать и мы тебе засчитываем это как знание знание должно быть понимание знай что всякое повеление который всевышний передал израилю через муше сопровождалось разъяснениями всевышний излагал отрывок который в будущем составит часть письменной торы почему будущем письменная тора была дана до откровения на горе сена или после до или после после письменной неправильный ответ в начале в начале маше рабейну получает тору устно у всевышнего 40 дней он слушает 40 дней слушает с какого числа по какое число согласен согласен вопрос был немножко провокационно не восприняли бы с этим все нормально 40 дней с какого дня по какой с шаву а то в течение 40 дней то есть до 17 тому за у нас есть 40 дней после этого спускается 17 тому за что происходит что происходит и поднимается и поднимается обратно на 40 дней не даем кипуру 18 тому за он поднимается на веру синай и там до 29 авгу и после этого он спускается и только после этого всевышний ему говорит поднимись еще раз и получи заново тор и на следующий день он поднимается и 40 дней он там находится и в йом кипуру он спускается уже с тем что он получил тору письменном видели не письменном каком виде он получил тору он получил в письменном только 10 скрижали точнее две скрижали с 10 заповедями извините а сэр это деброд шней лохота брит это у него написано все остальное он получает исключительно устно что значит что он получил что он получил когда он поднялся на груди читаю еще раз предложение он излагает отрывок который в будущем составит часть письменной торты он получил отрывки письменной торты то есть он он получил все заповеди которые будут написаны письменной торе но он их получил еще устно он их еще не успел записать в итоге он их запишет потом но пока что они были даны ему устно некоторые думают письменная тора потом устная тора значит начале начинается все извините устно младенец когда он сталкивается с первым малыш сталкивается с первыми заповедями извините он читать не умеет и тем не менее он уже одевает типу он уже одевается цит ему уже говорят помыть омывать руки ему уже на восьмой день делают обрезание он читать умеет он это письменно получает нет начинается можно сказать что основой то является эти заповеди которые потом записаны в письменной торе да правда но они были даны каким образом прежде всего они даны были устно хотя потом были записаны и после того как дается отрывок который будет потом частью письменной торы после этого давалось сразу на каждый отрывок объяснение объяснение при приведены приведены в нем понятие толкование более глубинный смысл и также разъяснял скрытый смысл того что содержит в себе весь этот мудро сформулированный отрывок другими словами можно сказать выражаясь языком каббалы хасидута пардес что такое пардес шат ремес драж сот то есть прямой смысл то что намекается то что можно из этого вывести и тайны которые с этим сказано все эти вещи даются и расскажу я тебе говорит раби-мошей бен-маймон которому извините на тот момент сколько там нацать лет меньше чем присутствующим расскажу тебе как проходил процесс обучения народа израиля нашел все таки его прогнали не знаю так пишет алдот есть такая история что он был крайне энергичным и вот из прогнал поэтому это помнишь хорошо я потом проверю машет приходил шатер то есть сейчас идет речь о том как учебу проходил не мошера бену мошера бену 40 дней без остановки на горе сина без ета без еды без питья без сна без ничего говорят гмара говорит что он на эти 40 не уподобился ангел то есть у него фактически физического существования практически не было человек может 40 дней без сна через сколько в принципе насколько я знаю через три дня человек уже начинает сходить с ума если не дают задремать хотя бы на несколько минут если он может задремать на несколько минут а тогда он может продержаться плюс-минус а не на на препаратах неделю и сдохнуть мы да согласен это вариант нет ну просто как бы все все резервы химически поддержи заставить организм выдать все свои резервы и после этого сдохнуть есть такие варианты но я сейчас не про это говорю обычный человек без химии через три дня у него начинает сходить с ума если мы не дают сной потому что обычно человек все-таки начинает отключаться если мы с силой не дают уснуть он 40 дней не человек может 40 дней не кушать раме менделеевича заставили кушать силы на 50 какой четвертый день 3 4 но он пил не чуть-чуть он пил у него было не сухой пост он он не кушал ничего пить он пил снова таки без питья человек через несколько дней через три дня снова таки он начинает очень резко доходить 40 дней какие 40 дней кстати обычно про голодание говорят если 50 дней человек и голодает у него начинаются невозвратимые процессы баруха шемы уравьесе видимо кгб понял когда его нужно остановить и сверху было был приказ для кгб чтобы они его силой начали кормить именно в тот день когда больше для него было бы уже критично я так думаю кто-то может со мной не согласиться не хочет со мной согласиться его проблемы но факт что баруха шем никакого ущерба это не нанесло хотя без всякого вранья причем первые две недели он еще ходил в лагере работать потом две недели еще он уже ходить работать не мог но он по-прежнему делал зарядку и вертухаи которые смотрели говорит не может быть что он голодает потом правда он уже лежал но факт мы сейчас говорим моширо бейну спокойно туда-сюда сорок дней не пьет не кушает не спит он сейчас как ангел он над материальным миром поднимается мы сейчас говорим как идет учеба когда он спустился как он преподает тор как у нас и начинается первая мишна пиркевод все выучили на иисусе или только илья первую все должны знать мошей кибель тура миссина и ум сарали ушел и ушел и скиним скиним ли не веим не веим и сару али аншей кнеста к дула я вам рушла шадварим и вымыты ним в один амеда талмадим арбе в асо с ягле тора когда мы говорим про эту мишну то у нас фигурируют там два глагола кибель в масса что такое кибель он получил в меру того что человек способен получить человек не находится на уровне всевышнего никто не давид не минахом не я не моши адам адам здесь он тоже на не находится и даже моши раббей но он не находился на уровне всевышнего он находился на уровне высочайшим для человека он смог получить то что человек способен получить поэтому это зависело от него что он получит а дальше это зависело от того что он будет передавать масса когда мы говорим про передачу то это зависит от того кто дает нет он не возвысил себя он себя очистил настолько что он смог получить то что человек способен получить но он достиг последний он достиг последнего уровня никогда не какое последнее ты имеешь ввиду высшего да выше последний не надо выше некуда не дальше выше есть куда но не кто-то свышний про людей некуда он достиг высшего уровня для человека и сейчас он должен передавать и мы сейчас будем с вами рассматривать как идет передача тора цен каким образом идет передача тора говорит процесс обучения шел так мужа приходил свой шатер и первым у посещал аром кто такой аром фамилия имя отчества фамилия имя отчества потом были семьи но он был из семи киата в принципе но можно было киать и сказать тоже они леви согласен но обычно про него все таки говорят именно любви и аром он старше машин младше машин насколько на три года старше и он приходит учиться есть проблема учиться у того кто старше кто младше тебя если он знает больше тебя то можно ли учиться у человека который младше тебя по возрасту конечно если он знает намного больше конечно да сколько лет товарищу мужа 80 сколько лет товарищу арона 83 и он не говорит ты пацан что ты меня учишь вы зря смеетесь я один раз и даже собственно горение один раз слышал когда когда детки между собой там кому-то 75 другому 70 ты вообще пацан ты чего тут выступаешь поэтому иногда это может не думайте что это только в детском возрасте может влиять более того я скажу старческом возрасте иногда это приближается разница к детскому возрасту чем взрослому потому что человек которому 24 года или человек которому 27 лет очень редко не будут концентрироваться на этой трехлетней разницы я почти никогда не слышал чтобы кто-то на этом концентрировался тебе 20 с маленькой копейкой или со средненькой копейкой сэдер 20 лет 40 лет сэдер это да напрашивается но 20 или 22 или 27 никто разницы делать не будет 12 и 17 это разница разница на самом деле старики очень часто возвращаются к разницы к восприятию разницы уже по-детски ты мне настолько младше значит и пацан такое тоже бывает но мы сейчас возвращаемся к арону приходит арон и маша рабейна рассказал пересказывает ему услышанное и разъясняет его смысл и арон садится на свое постоянное место по правую сторону от маши рабейна что рассказывает отрыва который 11 а еще 40 дней там это все слушал 40 раз рассказывал он за 40 дней на горе сина и слышал все 613 заповедей много вещей которые в 613 заповедей не вошли он слышит всю тору сейчас мы говорим не про 40 дней мы говорим уже после йом кипура муж и рабейна уже спустился он уже в лагере он сейчас приглашает арона и рассказывает ему заповедь одну заповедь и так 613 раз да он рассказал ему заповедь и после этого что делает арон садится рядом с ним по какую руку еще раз почему право это более важно насчет сила не скажу хороший вопрос просто естественно что право может быть да не такое не слышу у евреев по крайней мере такого не знаю чтобы это был символ добра левое у нас злом не является суд злом не является и после этого приходят сыновья арона кто не перечислить сыновей арона и лазар и тамар а кто еще это сыновья моши что с ними произошло они принесли чужой огонь без предупреждения снова такие после их смерти дается целый ряд указаний коином как себя вести как себя не вести и и мы есть некоторые годы которые говорят что вполне возможно что что-то из этого они нарушили может быть нет может быть да потому что после их смерти данные эти указания может быть они нарушили только что-то одно а в итоге дали целый список что коином нарушать нельзя но мы сейчас видим здесь элязар и тамар приходят и моши рабейну пересказывает им этот отрывок снова точно так же как он пересказал арон и после этого маша не лениться охота не охота надо жизнь такая это его сейчас алик ему это в тяжести ли не давайте начнем на вряд ли он со всевышним поговорил он сейчас хочет дать у него стремление дать для него сейчас это не нагрузка почему таком случае но уже один раз рассказал хватит может быть теперь пусть другой рассказывает он рассказывает второй раз элязару и тамар после этого оба они удаляются и садятся один из них слева от него а второй справа от аром старший слева то есть в любом случае близость к центру она важнее чем быть с правой стороны и и садятся снова такие слева от мошей справа от аорона и после этого заходят 70 старейшин 70 старейшин почему появились 70 старейшин кто-нибудь помнит историк а народ пришел пришел именно он и тро и то и сказала что поставить тысячи на тысячи десятки возьми и сделай градацию если ты будешь заниматься любыми вопросами всеми вопросами сам то в таком случае ты сломаешься и народ сломается что нужно чтобы ты ты сделал разделение полномочий нет никак это перекликается с этим но это не не прямая связь выбирается от каждого колена 6 человек получила сколько больше 72 2 получается из них белый билет как звали или дата метод который потом пророчествовали в лагере а 70 получает свою долю пророчества и становится частью санэдрина белый билет они не вошли санэдрин пустой и он сейчас объясняет всем им еще раз отрывок смысл почему что как и эти 70 человек послушали и секундочку не написано как они расселись но я скажу что про санэдрин мы знаем что они рассаживаются полукругом перед начальником цена здесь не написано после этого заходит множество народа которые стремились господу мне здесь очень понравился комментарий рафшарки который у нас здесь преподает он сказал ну грубо говоря говорит главы иши то есть только кто действительно стремится господу нет не просто тот кто хочет быть близок к всевышним а тот кто стремится познать и передать это цена поэтому главы иши мне просто праведные евреи у меня сказал ну 36 праведников и нет не 36 праведников которые прокат про многих из которых мы вообще может быть даже не знаем что он праведник есть много рассказов и в гморе и в хаседуте про разных евреев которые были праведниками про которых даже те кто рядом с ними жили в их же поселке понятия не имели что они праведники здесь речь идет о тем кто жаждет познать всевышнего жаждет учебы и жаждет эту учебу потом передать и он пересказывает для них снова таки все пока все не услышат от него слова всевышнего и таким образом получилось что арон слышал отрывок сколько раз 4 один раз для него второй раз для сыновей третий раз для санидрина и четвертый раз для жаждущих и после этого моши рабейну садится и встает арон и рассказывает еще раз сколько раз получается что учил арон четыре раза учил и один преподавал то есть полноценной учебой она становится когда когда ты смог это рассказать кому-то насчет четырех раз я скажу следующее я буду выдергивать кое-что из гморы кое-что из других книг четыре раза это самый-самый одаренный для него будет достаточно четыре раза одного раза будет для него достаточно четыре раза но когда мы знаем что он смог выучить когда он смог после этого это рассказать написано что самый тупой дипломировано тупой 400 раз и есть рассказ про одного товарища который ничего не мог выучить пока с ними начали учить вот 400 раз не мучили и все что с ним выучили 400 раз он запоминал и как-то там посредине процесса их прервали и преподаватель понял что 400 раз нужно начинать заново про нормального говорят что средний человек 40 раз ему должно хватать ты прав но при этом игра виленский гаон пишет что невозможно сравнить сотый раз и сто первый раз и он был гаоном он то есть даже если ты уже выучил это не значит что тебе не нужно учить это еще раз даже если это выучил и ты сейчас получишь это еще один раз ты для себя найдешь много нового цена для чего маши рабы почему маши рабы но не уходит госприем к он сейчас на контроле после того как арон преподавал сколько раз слышали его сыновья 4 и сейчас преподают кто сыновья вышли сыновья преподавали санэдрин сколько раз слышал санэдрин 4 и после этого стою 70 старейшин и снова преподают и жаждущие слышат это сколько раз 4 от кого один раз от маши один одарона 11 новей 11 старейшин и после этого что происходит народовольцы идут народ идут и после этого расходили люди расходились чтобы обучать друг друга тому что слышали от посланца и записывали на свитки тогда начали первый раз записывать это еще не свитки торы это отдельные свитки где они записали отрывок и учили его свет которой еще нету он еще не дан они записывали отрывок из торы они записывали только отрывок записывали отрывок из письменной торы секунду давид наставники народа рассеивались по народу чтобы преподавать и повторять этот отрывок до тех пор пока все не запоминали его наизусть каждый отрывок все я сейчас подчеркну не главы иши не раввины каждый человек мы сейчас говорим конкретно про заповедь не про всю тору они каждую заповедь знали наизусть и это способен знать каждый без исключения цены они выучивали ее наизусть секундочку и не могли читать по всем правилам чтения что такое читать по всем правилам чтения это не только согласовками и со знаками контиляции нужно уметь читать правильно если не умеешь читать правильно то твои чтение хромает насколько ног хорошего к это и мелодия интонация и пунктуация цена потому что фактически тебе ты знаешь где сделать паузу где сделать протянуть где поднять тон где опустить тон понятно что это и пунктуация и интонация цена одинаковая всегда 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 что есть нет немножко разные традиции с точки зрения пунктуации они между собой не отличаются с точки зрения мелодии они не чуть-чуть отличаются и затем обучали их и понимание этого отрывка то есть нужно прочитать правильно понять и таким образом шла учеба обучение направлено было главным образом на понимание общего содержания они записывали отрывок из письменной торы и запоминали полученное толкование и так говорят мудрецы в трактате шаббат на 31 листе письменная тора и тора передаваемая устно цена то есть таким образом шла учеба и сказали мудрецы в барайте и говорил бог обречаясь к машина горе сина и почему надо сказано на горе сина и ведь сятора была дана на горе сина и эти слова призваны сказать тебе точно так же как все относящиеся к шмите общие частные нюансы было много на горе сина и точно так же и все что касается других заповедь и общие частные нюансы было сказано там же то есть мы видим что очень многие заповеди в торе объясняется довольно раскрыто большинство в торе объясняют письменной торе упоминаются почти без объяснений откуда мы знаем объяснения все они были сказаны на горе сина или нет они были сказаны мошер обей но их услышал мошер обей но их и пересказал они изначально не должны были войти в свиток они передавались чисто устно и по времени они ни капельки не не более позднее чем письменная тора тфилин одеваешь каждое утро какого цвета какого цвета тфилин черный в торе написано слово тфилин написано то то фото фото украшения филин не написано но кто то фото скажем что синоним написано что не они квадратная написано что они сделаны из кожи написано что свиткой что это есть свитки в головном тфилине четыре маленьких свитка с четырьмя главами в ручном тфилине и эти же четыре главы на одном свиточке написано это что свиток тоже из кожи что зашивается все жилами какими чернилами пишется это не написано это аллаха аллахан и мужа миссиная это было изначально дано в талмуде да там будет написано но торе у это у меня нет даже в мишне этого нет да только первая запись извини между ними 1300 лет плюс-минус если хочешь посчитать там чуть-чуть больше размера тфилина и то что можно надевать по поводу размера тфилина есть нету требований четкого по поводу размера тфилина есть тфилины очень маленькие есть тфилины очень маленькие есть тфилин очень большие очень большие это хаббат 4 на 4 больше не встречал значит значит есть тфилины обычно сегодня это 3233 так эти размеры ниоткуда не идут так это нормы которые были у мастеров которые были приняты но они не идут из устной тора а почему не должны не из устной тора есть вещи которые я тебе приведу пример ремешки у тфилина какого цвета внешне черный глянцевый такой то есть блестящий внутренний его красить в принципе не надо сегодня очень многие начали делать изнутри тоже черными к аллахе никакого отношения не имеет если просто пропитывает полностью всю кожу краской да она может быть не крашеная внутри мне важно чтобы она была покрашена только снаружи то что они добавили это не добавка это не вещь которая добавит или убавит у кошерности величина нигде не написано я по крайней мере не видел может быть где-то написано эту тему я не очень глубоко учил учил тут может быть я пропустил важно если будет очень большой тфилин то он будет уже извини не лежать на голове стоять на голове и он уже будет не между глазами на макушке почему те кто одевает два тфилин одеваются до маленьких тфилин потому что если одеваю есть аж кенозим когда одевают рабейну там то его и одевают после раши почему но не было ваш кенозим принято писать так мелко потому что в этих тфилинах нужно писать очень меленько очень очень меленько поэтому было принято писать крупно значит вопрос насколько крупно столько или столько я имею ввиду сейчас величину тфилина у сфородима аж кенозим такое тоже было но это так сказать считалось нехорошим тоном чтобы был тфилин очень маленький но сейчас день катастрофы был пару дней назад слышал очередной раз как там один из вашихся в лагере чехословакии рассказывал что в лагере в освенцине они приходили к забору там была секция переходите секции в секции нельзя было но они подходили к забору и там товарищи за забором был тфилин они приходили так сказать кстати свиток тора там тоже но это не не в этом рассказе другой роста на себя намотал свиток тора и принес в лагерь и понятно что тот филин который был он был малюсенький понятно что большой тфилин а малюсенький тфилин и что это такое это извини меня за пояс заткнул вот у тебя ремешки не помню насчет величины ну да я такой тфилин не одевал если меня спросишь я такие тфилин может быть видел музей но не обратил внимание на на этот момент как можно было объяснить такие тонкости нюансы в этот охоте не сказать про размер может сто процентов знал какой размер должен он иметь понимать твой вопрос что отношения вот это корреля очень легко что сегодня есть чуть больше добавить очень легко я тебе скажу корреляция вполне возможно грубо говоря с поколениями тоже мы сказали какой рост был средний у людей ты 2000 лет назад или 3000 лет назад у гигантов да у гигантов могло до метр шестидесяти доходи больше чем это 65 принципе не встречался средний рост был метр сорок метр сорок пять мужчин у женщин естественно меньше метр сорок метр сорок пять это был средний рост вполне возможно что соответственно и когда мы ты говоришь про вещь которую тебя должна находиться украшение которое находится между глаз тебе сказано что она должна лежать ниже выше чем линия волос даже если волосы выпали линия волос остается та же самая линия мы не должны и киз туда где они еще остались если волосы выпали то ты смотришь там где они раньше были и у тебя должно лежать с другой стороны оно тебе запрещено чтобы оно лежало здесь на макушке по большому счету но должно лежать грубо говоря ду родничка штуку родничок знаешь да значит принципе это место которое твилин это место родничка исходя из этого все крутится как метафора это то что фараон сказал делать повитуха чтобы внешне не видно что что-то сделали а убить убил то и он здесь приводит мы привели сейчас твилин он здесь приводит суку приведу следующий пример всевышний сказал шалашах живите 7 дней а потом сообщил машира бейна что обязанность жить в шалашах лежит на но мужчинах а не на женщинах больные находящиеся пути освобождены сказали кровли могут служить лишь материалы какого происхождения растительного неприродного камни не могут быть природные не ну простительно шелк тоже не может нашел где-то природные мы говорили что пластмассы все эти вещи они не пришел к шерсть нет пальма она природная взята сейчас не передел значит природная плохое растительное и добавить то что растительное он продолжает не могут служить кровли не овечье 6 не шелк не предметы пользования даже если они изготовлены из материалов растительного происхождения то есть если предмет который получил свою функциональность не связанную с сукой то он уже не важно из чего он сделан из растительного предмет но если это предмет который сделали циновку специально для покрытия суки можно хотя это и предмет уже фактически могут сделать циновку для того чтобы сидеть на природе а могут сделать циновку чтобы покрывать сукку если доски были предназначены для этого изначально можно и доски доски хороший вопрос доски чтобы держать доски просто накрыть досками если у них ширина 3-4 кулака это уже рассматривается как там есть свои нюансы до внутреннее пространство шалаша должно быть не меньше чем 7 на 7 кулаков кулак это тэфах ширина они высота высота 10 это один человек который грубо говоря туда засунет свое тело ноги может оставить снаружи сидячий смотри сегодня мы люди которые живут по-богатому там ребенок если он не один в комнате у чего это я не один в комнате в этом отношении не очень понравилась книжка праведник нашего времени там писали ариэль вин пишет что когда он был раньше мы жили одна комната и родители жили в этой комнате и дети жили если нужно было принять гостей мы спокойно их принимали рита сейчас говорит мы живем по богатому есть две комнаты одна комната живут родители во второй комнате живут дети и вдруг оказывается во многих семьях для гостей это место уже и нет почему а я прикрою еще там сколько это 90 лет тому назад один парень который приехал из германии в и он ему папа присылал 50 лир в месяц папа у него там был бизнесмен средней руки в германии и присылал ему 50 лир в месяц и он 25 лир он платил вешиву то есть за учебу и за обеды вешиве а 25 лир он платил за угол и завтраки цена не за комнату за угол раньше было такое понятие угол кстати когда он попросил папу услышал что в рыхаве и продают землю 50 лир за дуна 10 соток 50 лир то есть по деньгам и представляете что это переводе на сегодняшние деньги сколько сколько ты платишь за решил где ты получаешь и обед и завтраки и и и проживание то есть грубо говоря тысячи шекелей а сейчас это стоит примерно миллион долларов долларов не шекелей не застроены там не застроенных нет теоретически не застроены там стоит примерно миллион долларов плюс минус может чуть чуть больше может уже полтора час на самом деле цены поднялись вполне возможно уже полтора миллиона долларов стоило те же самые 50 лир ему попадал он сказал я на пустыню деньги не выбрасываю но это да там пустыня была это как бы это был новый квартал сейчас самый 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 центр иерусалима тогда это было уже как бы за границей обитаемых кварталов это был новый новый квартал который только начинали 90 лет назад осваивать сына кстати знаешь кто является один самых богатых людей израиля рэбами гу когда он приехал в израиль то все день все деньги которые ему давали его хасиды он давал на выкуп земли у арабов и в итоге половина трассы побережья на его землях хадера нетания ирцли и так далее он выкупил огромное количество земель которые сейчас стоят а тогда они не стоили они стоили копейки но он это делал не как вложение финансовое я знаю что это будет стоить не не несколько десятков или сотен шекелей а это будет стоить миллионы он сказал это это митва выкупить эту землю у арабов митва это что всевышний потом это дал подъем дал бакин совсем кулаков на 7 кулаков сегодня мы на это смотрим ха-ха когда у людей не было место когда в одной комнате понятно что три тысячи лет назад не богатый человек в одной комнате жила как правило не одна семья а несколько в комнате и комнаты были маленькие мы сегодня привыкли квартиры комнаты у них тогда все было малюсенько иерусалиме если посмотришь какая была величина иерусалима и он не был мизерным по населению и он не был слишком высотным просто сжатость населения было просто невероятно и поэтому если человек делал себе суку у него не было возможности построить суку 5 на 5 метров или даже 2 на 2 кстати рекомендуемая величина суки это 2 на 2 и мара это тоже приводит что лихатхила 2 на 2 метра это лучше где ават это кстати мнение бэй-шамая который здесь калахе ну где ават мы можем делать как и по теле это 7 на 7 потому что жизнь такая высота 10 это чуть чуть выше этого стола маленькая маленькая но с другой стороны я детям иногда делаю такую сухую не очень довольна и говорю что это абсолютно кошерная сука у них там примерно сантиметров 80 ширина метр метр двадцать глубина и метр десять высота и они довольны и кошерная сухая связана с памятью выхода из мистерами может быть специально такая лоха чтобы человек он нет 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 вопрос здесь упирается в то чтобы это было достаточно для того чтобы ты там вместился по-хорошему ты должен там спать но хотя бы кушать значит это для того чтобы ты мог там кушать чтобы ты смог туда залезть и кушать там а быть такой позиции смотри это праздник где тебя выгоняют полевые условия это праздник но это тебя выгоняют полевые условия тебя заставляет почувствовать что ты был без дома это часть праздника и в нем следует есть пить спать все знают да что нужно кушать в суке пить в суке и спать в суке это гмара в течение всех семи дней и когда явился перед всевышним посланец это будет душа его покойно в раю ему было дано это предписание истолкован его смысл кто посланец и и так все 613 заповедей сами заповеди истолкование отрывки из письменной тор были записаны на свитках и толкование передано устно и на исходе 40 лет в первый день месяца шват мы машина ваш дом собрал евреев и сказал им приближается время моей смерти и поэтому тот кто услышал от меня какое-то положение забыл его пусть придет и спросит я разъясню а тот у кого возникло сомнения по поводу какого-либо вопроса пусть придет я его разрешу сказано в писании маши начал маши объяснять учение это говоря и также сказали мудрецы в мидраше лоха сифрей каждый кто забыл какой-либо закон пусть придет и выучит его вновь желающую узнать и толкование пусть придет и его научат и подтвердили со слов мошей истинность передаваемых устно положений и учились у него понимание текста пяти книже и все это было период между первым шватом и когда он умер седьмого адара седьмым месяц седьмым днем месяца адар и когда оставалось немного времени до смерти моши он взялся за работу и на коже обработаны для письма который называется клав это когда ты снимаешь эпидермис когда она гладенькая он взял кожу именно цель цельную кожу которая с эпидермисом не гладкую гвиль и он написал на гвиле намного сложнее на самом деле из-за того что на неровно написал 13 13 свитков я передергиваю немножко потому что этого нигде не написано но я не удивлюсь если он брал сразу несколько перьев когда писал это написано про одного про одно семейство куаним что они софрим что они могли держать одной рукой 4 кульмуса 4 пера и писать одновременно слово все может быть просто сегодня никто так не умеет чтобы ты возьми так не тренируется есть другие вещи которые согласен согласен и это была единственная семья которая она никому это не раскрывала в итоге этот секрет потерялся вполне возможно что маши рабей но это секретно держать 4 пера одновременно и соответственно тебе нужно писать три буквы ты одно перо поднимаешь и пишешь три буквы то есть ты так играешь пальцами что одновременно у тебя пишутся три буквы то есть не первая буква 2 3 3 буквы или 4 буквы пишут одновременно есть очень мало слов и в рите где у тебя больше четырех букв и если так работал мозг и так работала рука то понимаешь насколько это быстрее было один софер сегодня пишет свиток на клафе профессионал крутые профессионалы пишут 2 теоретически я слышал что есть те кто успевает чуть чуть больше чем 2 за 6 лет он где-то написал он за 5 недель при этом он продолжал отвечать все время тем кто к нему приходил на вопросы он серьезный товарищ не то что некоторые я не серьезно ты не серьезно он был серьезный человек 50 почему 60 он написал 13 свитков за месяц 150 дать это так катастрофа деградировали есть вещи которые да есть вещи в которых мы поднялись все нормально ты прав что волей-неволей человек когда он после эскимосов сколько есть 48 по моему разных белых цветов оттенков белого цвета так поэтому они тебе смогут там такие тонкости сказать про которые ты у тебя глаз даже это не уловит и ты настолько непривычен к этому что ты этого не сможешь уловить ты сможешь уловить она у белого может быть там пять оттенков 10 оттенков это если тебе противоположный положит друг с другом и назовешь все равно это белым кстати даже на иврите есть больше чем один белый но на иврите есть 23 но не десятки лаван сахар сахар это тоже белый что лаван и сахар это белый цвет но сахар это это такой яркий белый еще говорят лобин цвет белка но это от того же самого корня что и лаван поэтому здесь как бы нету ничего особого у них 48 ужас сколько языков радости есть у еврея 10 10 еврея на радости специализировались а некоторые до сих пор специализируется на я стараюсь машина наша специализация митва митва 2 льет бы симха мусим хайта только один из десяти видов гила рина одессавых и 2 сасон если есть много бару хаши каждый имеет свою тонкость это не не абсолютно синонимы то есть у каждого есть своя специфика и после этого он написал от слова берешит до от буквы бет слова берешит до буквы ламет израиль как то мне скажет в двух словах все правильно а в четырех словах и скажи что у этого нет смысла и соответственно если подумаешь про исраиль и про берешит то это сердце торы как бы сердце на иврите ламет бет это ламет которым закончилась торы без которого началась я не виноват это не придумал мое дело только повторить здесь на самом деле в море есть спор по поводу последних восьми предложений в торе есть одна гмара которая говорит что последние восемь слов торы это моши написал а есть которые говорят что написал его шо в чем спор потому что в этих восьми предложениях написано про смерть моши и вопрос что есть мнение что человек если знает про свою смерть то сходит с ума это то что тебе скажет рамбам и соответственно он идет по тому мнению которое говорит что все от первого слова до последнего написал сам уже есть мнение которое мора приводит что последние восемь предложений закончил его шух есть такое мнение по первым рамбам говорит однозначно что это муж и от первого до последнего слова он же говорит скоро приходит в день моей смерти приходите ко мне каждый из 12 колен он дал по одному свитку сколько колен было каждое колено имела на дел соответственно каждое колено забрала в свой надел к своему санедрину свиток колено львии имела на дел конечно имела какой надел имела колено львии неправильно всевышний их надел как написано а шему на халату всевышний это его надел 48 городов они имели для проживания не это не для надел это не надел для проживания и выделили 48 городов 6 городов убежища еще 42 города 48 городов левиты получили в качестве для проживания где их центр где находится сангдрин арабайт когда мы говорим про арабайт соответственно арабайт кодыша кодыши свиток находился в кодыша кодыши вместе с ровно кодыш ровно брит и после этого говорит устное предание которое уточнили уточнилась средние из письменной о смерти маше в полдень седьмого дня месяца адар он поднялся на гору и это восхождение маше на гору была смертью его для нас ибо мы лишились его и жизни и жизни для него в том месте куда он зашел сказали мудрецы в мосехе 100 13 лист моше учитель нас не умер а поднялся и служит в высотах небесных и обсуждать эти слова мудрецов нужно самым подробным образом но здесь не место для этого до этого он доходит лишь через 40 50 лет жизни у него берет пока он доходит до расшифрования этих вопросов хотя уже здесь они у него стоят заостренными эти вопросы я разберу и мошеда будет душа благословенно в раю успел перед смертью передать иошуа то что было сообщено ему всевышний истолкование текста торы иошуа люди его поколения приступили к осмыслению кстати сколько раз в шатре иошуа слышал муж и рабы скажите мне сколько раз он учил каждую учебу слышал в шатре 4 он слышал от муж и 5 это арона 6 тут сыновей 7 от саны 3 на то есть он слышал 7 чем была разница он не преподавал на тот момент он не преподавал он только слушал цена здесь но здесь перед смертью он очередной раз уточняет все моменты которые он не знал и поэтому он может сейчас продолжать маши арона уже нету цена не забывайте он умер раньше есть такой али потому что не преподавал бэд потому что не уточнил все что не не понял до конца если что-то не понимаешь и ты не уточняешь то ты этого знать не будешь так было и равны степлер которые которые звали все деревянная башка в классе у них классе больше половины стала раввинами значит но единственный кто стал вдоль оторы был он и когда он уже болел в конце жизни к нему там пришел один из одноклассников говорит как ты смог стать таким большим ну ты же помнишь деревянная башка ну что ты вспоминаешь что мы тебя так звали на зону беседы но ошиблись не не нет я тебе объясняю почему я смог стать великим раввином потому что когда вы плюс-минус поняли а у меня были хоть какие-то мелочи которые я не понимал я продолжал спрашивать хотя на меня вы на меня уже шипели ругались и так уже почти все понятно а меня почти не устраивало пока было почти я продолжал спрашивать и поэтому он стал одним из величайших раввом поколения а они стали просто раввина это вопрос это было так задумано или это побочный эффект учитывая что побочный эффект все побочный эффект тем более что в принципе сказано что практически все эти вещи в итоге они восстановили восстановили с помощью мер учебы которые машин передал все все то что он или один из старейшин получил от машине подвергался обсуждению и не вызывало разногласия то что не довелось им слышать от пророка то есть многочисленное ответвление от основных законов выводили с помощью силлогизма где у нас приводится силлогизма эти 13 правил раби и шмейля которые мы читаем перед цукле земра 13 мет 13 правил раби и шмейля которые мы читаем перед цукле земра это силлогизм это логические построения если так больше нравится я понял что с греческим ты не дружишь байкали хомер и так далее да 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 среди выведем на законов были не вызывающие споров то есть принятые единогласные такие по поводу которых возникли разногласия между двумя точками зрения одни пришли к определенному силлогизм и утвердились в его справедливости другие иному силлогизму удостоверили уверились в его истинности ибо правило составление диалектических силлогизмов допускает подобного рода случаи и тогда происходил такого рода спор следовали за мнением большинства как написано ахрейра бимля тот склониться за большинством мы закончили первую главу